А всем привет с канала Брим Тим и новый обзорный видеоролик, сразу записанный после видеоролика про поплавочную маховую удочку. Ролик интересный касается подсадка, то есть тема довольно таки распространенная, обширная и на которую можно поговорить и побеседовать о ней. В видеоролике я сейчас вот скину аннотацию на него, там подсказка будет где. Мы рассматривали подсадки для того, чтобы хранить рыбу на рыбалке. И одним из самых лучших, который мы показывали вам, это был от Каймана компании, вот такой вот большой, там метр семьдесят садов. Но последняя рыбалка внесла свои коррективы, касаемо чего, что течение проезжающие судна катают круглый садок по дну, он перекатывается, заваливается и как бы рыба там не ходит и она тухнет. И особенно в жару, это очень чревато потерей у овоща до того, как вы поехали домой. То есть у рыбы забиваются жабры и она на жаре тухнет. Было решено поехать в магазин, перед этим пробежаться, посмотреть по ценам. Было решено приобрести новый садок. Более спортивный, более длинный, более удобный по форме. Что мы и сделали. Разрешите вам показать. Охренеть, какой длинный садок. Компания, к сожалению, не указана. Ну, видимо, какой-то китайский ноудэйм. Но сейчас я вам покажу все прелести данного садка. Потому что если увидите у себя в городе и поймете, что вам нужен садок, то есть рекомендовал бы такой к приобретению. Во-первых, это длина 2,5 метра, что очень много. И как бы допускают вроде до соревнований по фидеру, по поплавку, чтобы складывать лов. Это 2,5 метра минимум вроде бы нужно. Далее. Не по корпусу идут не проволока, а такой прям этот. Каркас металлический. И который весь по всем стыкам завинчен с помощью болтов или это саморезов. Саморез, скорее всего. Ну да ладно. Далее. Фиксатор, чтобы его прификсировать к дну, либо грузом, либо стойкой. Далее. Ручки для подъема с прорезиненными именно. Если вы наловили там 15 сезонов по 4 килограмма, то есть там у вас в садке с магно-кило 70 наловили вы. И чтобы как-то поднять это все, очень удобно. Далее. Длинный хобот. То есть мы видим, что он не помещается в объектив. Если максимально отойду, то есть вот и вот верхняя. То есть это мое предплечье. Вместе с кистью, кстати. Учитывая, что я вроде не маленьких размеров. Далее. Острая стойка. Жаль, короткая. И такой вот гаечный зажим, чтобы было как его закрепить и удобно свернуть. То есть закрепили, поставили, все. Складываем рыбу. Далее. Значит, тоже прочный материал, скользящий. Крючок не зацепится. И самое главное достоинство, он прорезиненный. То есть, блин, мы давно хотели приобрести прорезиненный садок, потому что обычный тканевый, его нужно на водоеме, после того, как вы приложили рыбу, его надо в воде промочить от вони, от шелухи, от каких-то экскрементов с выделениями рыбы, особенно если там лещ, от его соплей, щука. И после этого его немножко стрясти, дома его в кипятке промыть и повесить, сушиться. Иначе он сгниет, как черт твоей матери просто. С этим вы его прополоснули в воде, он у вас стек, и все, он сухой абсолютно. Сухой садок полностью. И в прорезиненной не цепляются крючки. То есть, не приходится выгрызать зубами, не приходится ковыряться рыболовными ножницами, экстракторами, пытаться как-то этот крючок вытащить, отчекрыжить. Ну, мне кажется, просто достоинство описано максимально. И самое главное, его цена от магазина осталась, не знаю, вида нет, 1280 рублей. 1280 рублей это нафиг двух с половиной метровый прорезиненный садок, у которого диаметр, тут, он даже что, складывается, что ли? Похоже, складывается даже. Ну, ладно, мы пока не будем проверять и тестить. Здесь у него длина, я мерил, что-то 45 сантиметров, что ли. То есть, уже все, это прямо пидорный садок. Из недостатков, что хотелось бы сказать? Недостатки, вот, пока я его дома смотрел, то есть, радовался, пока я ему купил, у него отсутствует сумка. Фиг знает, может быть, в магазин приходят с сумками, и они как бы сумки отдельно как-то толкают для каких-то типов рыболовных целей, потому что чехлы, как правило, у них такие нормальные, как рюкзачки. Может быть, действительно, выпускают без чехлов, и как бы на этом экономят. Вот, типа, 1280, так бы он, наверное, 1580 стоил. Ну, как бы, 300 рублей я бы заплатил, кстати, за добротный такой чехол прям, потому что, ну, вот этот намного удобнее. Я его карабином пристегиваю к рюкзаку, и он у меня просто идет сзади около пятой точки, и, как бы, не мешает он ни в руках, ни где не занимает места, и все прекрасно абсолютно. С этим уже надо будет что-то думать, то есть, пока не сошьем мы на него чехол, будем таскать вот просто там в пакете, либо как-то приспособим это. А так больше недостатков я у него не увидел. То есть, проверил вот эти все винтики-саморезики, то есть, подкрутил которые, так, ну, я прям до упора дожал. Вот, то есть, никаких дыр, как бы, порезов я не увидел. То есть, я полностью доволен. Типа, ребят, 1280 рублей. Вы не найдете лучше и дешевле. То есть, типа, ну, вот этот садок, метр семьдесят, тканевый, круглый, на 2008, это был август 18-го года, он стоил 390 рублей. Вот, да, порядка такой цены у него было. Ну, тут, как бы, больше прорезиненный, как бы, корпус у него прям. И я смотрел, что-то, фиш-профи, они идут от 1200 за круглые, метр семьдесят, квадратные прорезиненные, там, 2,5 метра, это больше двушки у них стоит, 2,600, если я не ошибаюсь, если там у кого-то есть, то поправьте. Вроде бы, да, типа, вот садок от фиш-профи, то есть, он синий, такой же прорезиненный, 2,5 метра, он что-то 2200, там, 2400 стоит. Допустим, от Волжанки я даже не буду смотреть, сколько он стоит, о, вроде фига, наверное, больше трешки. Ну, и дальше по нарастающей, то есть, у Истшарка, то есть, можно найти, да, Булушки, Даевы и другие, и там уже даже больше цена идёт, если это оригинальная Дайва. Но, как бы, цена-качество это полностью устраивает, то есть, с этим садком мы 2 года проходили, он целый. Крючки у меня там попали в пару мест, и, типа, там маленькие отверстия, как бы, но туда же, оттуда даже не выберется уклейка. А этот будет намного лучше, то есть, мы поедем на рыбалку, возьмём там и удилок сразу, и садок, то есть, я прям засниму, как это всё кайфово. Вот, и Булужу, конечно, увидите, посмотрите, и я надеюсь, приобретете такой садок. Без чехла, повторюсь, это единственный его минус. И поэтому, думаю, видеоролик был интересен и полезен для вас. Если это действительно так, кстати, смотрите, его даже можно использовать как накомарник. Если это действительно так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте обратную связь, потому что мы на неё отвечаем всегда. А так же, до новых встреч, всем пока!